МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Даже талантливые и способные дети вряд ли смогут полностью раскрыться, если по каким-то причинам самому дорогому человеку на свете вдруг стало не до них. Здравствуйте! С вами вновь Дорога домой. Программа о детях, которые в силу различных причин вдруг оказались без родительской заботы и любви. Сегодня в Центре помощи детям надежды мы познакомимся с замечательными ребятами, братом и сестрой. У них непростая судьба, но несмотря ни на что они не разучились верить в чудеса и не перестали доверять людям. Вот они, наши сегодняшние герои Станислав и Анастасия. Эти ребята – одна команда, настоящая семья. Они всегда готовы постоять друг за друга. Дети к нам поступили в декабре месяце, совсем недавно. Уже успели они адаптироваться, привыкнуть к нашему режиму. Конечно, детки очень такие хорошие. Каждый из детей – полноценная личность со своими предпочтениями и увлечениями, со своим характером. Четырёхлетний Стас, к примеру, улыбчивый и застенчивый. Кроме того, он очень ранимый. По характеру он очень чувствителен к каким-то замечаниям. К похвале, конечно, он очень любит, когда его хвалят. Помощник хороший. Если что-то скажешь, допустим, надо получать обед или что-то сделать, тут же он уже возле меня, рядышком, одевает фартук, одевает косынку и бежит уже со мной помогать. А Настя – полная противоположность брату. Этой задорной девчонке не так давно исполнилось 8 лет. Ну, Настя – это, конечно, совсем другой ребёнок. Если Стас он более такой какой-то мягкий, спокойный, то Настя – она очень подвижная, эмоциональная, живая. Она такая порывистая, за всё берётся. Со сверстниками, со своими она очень легко находит контакт с педагогами, очень легко общается. Настя – ученица первого класса и очень этим гордится. Все задания она выполняет ответственно, несмотря на то, что оценок ей пока не ставят. Считает, учиться надо в первую очередь, чтобы знать, а отметки – всего лишь приятный бонус. Я получаю дневники, молодец от ней. У меня уже молодец, там опять. Любимые предметы – русский язык и математика. Царица наук нравятся особенно. Примеры и задачи Настя делает на раз-два. По математике у нас мы решаем. Вот, допустим, у Кати было два ляблока, а у Даши на три меньше. Ой, больше. Нужно что сделать, чтобы узнать? Два плюс три – вам на пять. При своем характере, таком вот живом, эмоциональном, у нее почерк очень красивый. Да, она как-то вот старательно относится, читает очень хорошо. Уже вот у нее скорость чтения хорошая для первого класса. Как рассказывает сама Настя, читать она научилась давно, еще в детстве. И сейчас с легкостью читает братишки страницы букваря, делится полученными знаниями. А Стас не только слушает, но и мотает на уст. Несмотря на свой возраст, этот мальчишка от сестры старается не отставать. Тянется к знаниям и как губка впитывает все новое. Очень любит, кстати, заниматься. Проходим и буквы изучаем, цифры изучаем. И он, кстати, схватывает очень хорошо. У Стаса даже есть портфолио в этой папке. Воспитатели хранят его работы. Говорят, с каждым заданием мальчик справляется. Прописываем буковки, наводят аккуратно. Но не учеба единый. Эти дети, как и любые другие, обожают творить. Из самого любимого – лепка и рисование. Рисовать мы любим. Мы закраски, колодочами и шумастерами. И еще мы любим делать красками. А если не раскраски, то что бы ты нарисовала, что бы твоя самая любимая? Цветы. И букет цветов, ваза цветов. А вот и иллюстрации к ответу Насти. В ее коллекции, наверное, десятки натюрмортов. И в каждом – цветочные композиции. А вот это – ваза-квартика. Яркое творчество, которое создает настроение. Немало положительных эмоций приносят ребятам и подвижные игры. Куклы, машины, да даже с воздушным шариком они с удовольствием придумают десяток забав. Главное, чтобы компания была хорошая. И что важно, Стас и Настя любые задания выполняют с энтузиазмом и с песней. И это не образное выражение, а факт. Они обожают петь, делают это дуэтом и при любом удобном случае. Они очень любят петь. И поют, если Настя запевает, Стас тут же ее подхватывает, и они запевают дуэтом. У них темп есть, у них ритм есть, у них интонация есть. И они вот, где бы они находились, за какой видом дети, могут просто рисовать и петь. Качаться на качеле и петь. Не забудь, как твой любимый цветок, воздушный пацан, и станет самый горький. Ты любишь говорить, что я тебя люблю, что любить мне девчонки. Педагоги говорят, с начала следующего учебного года они отдадут ребят в музыкальную школу. Таланты должны развиваться. Тем более, когда умение умножено на огромное желание. Сами же дети пока видят себя в другом. В будущем, к примеру, хотят стать супергероями. Я хочу стать эдивакой, а я супер уход. Подготовка к спасению мира идет полным ходом. В качестве тренировок они выбрали для себя игры на свежем воздухе. Мячик, качик, снежки, снеговик лепим. Залезть как можно выше, забраться как можно дальше. Если слепить снеговика, то самого большого. Этим ребятам все по плечу. Стас и Настя, они очень дружные сами по себе. Они любят друг друга. Настя постоянно за ним ухаживает. А если выходим на прогулку, то вот они любят играть в футбол. Очень интересная им игра третьей лишней. Пустое место. Море волнуется раз. Ну, в основном подвижные игры очень они любят. И стафеты проводим. Они передают палочки друг другу, помогают. Потом медали получаем. Но пока миссия спасти мир в далеком будущем. Сейчас Стас и Настя ставят перед собой реальные цели. Девочка мечтает научиться вязать. Шить, кстати, она уже умеет. Стас собирается в ближайшее время выучить алфавит. В том, что все получится, сомнений у них нет. Главное только, чтобы наставники были рядом. Ведь очень просто в одиночку потерять верный курс. Запутаться или сойти с правильного пути. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин